привет друзья сижу сейчас вот занимаюсь изготовлением шарнирной снастки для ловли окуня и решил немножко записать маленькое видео для тех кто вдруг не знает как это делается значит для изготовления классической шарнирной снастки нам нужен крючок с достаточно желательно большим ушком вот хорошие ушки вот есть такие крючком проволока ну я использую данный момент использую проволоку вытяжную из гофры можно любую проволоку 0608 вот если ушко большое если ушко маленькое значит проволоку потоньше и грузики вот это у меня картечь до середины рубленная ножом при помощи молотка ну примерно по 3 грамма весом каждый тот шарик свинцовый ну примерно потому что все-таки разница есть и ник еще не идеально круглый можно использовать поплавочные грузила вот для тех кто любит абсолютную точность вот например такого формата вот малор вот это шарики по 1,385 грамм вот ну и здесь коробочки всего 13 штук в общем коробочек надо таких много либо на общем можно использовать все что угодно значит чтобы изогнуть петельку вот такую вот я использую такая вот есть приспособа в общем попалась железячка с ручкой закруглил края чтобы не квадратиком было так полукругло можно гвоздики забить дождичку можно круглогубцами с тоненькими губками заворачивать в общем по желанию вот так изгибается скобочка надевается на скобочку крючок это вся конструкция ну естественно прижимается пальцами спокойно прижимаю заводится вот в этот свинцовый шарик я бы показал но штатива нет снимаю одной рукой сюда ложим шарик и зажимаем плоскогубцами все у нас получается вот такая вот конструкция чебурашечка типа и отдельно крючочек так и чтобы лучше например твистерок держался можно обмотать здесь цевьё ниткой потом капнуть суперклеем можно обмотать тонкой проволокой медной облудить в общем можно просто паяльником сделать зацепы нагрев и тяну каплю но в принципе пока резина свежая она держится а там через несколько поклевок все равно то хвостика труд в общем акуни такие ребята разбойные что надолго все равно силикона не хватает в общем ничего и не делаю не заморачиваюсь и так все нормально получается в изготовлении дешево и очень работоспособно и на мой взгляд все-таки это лучше чем джиг головка классическая потому что свобода игры у приманки получается шире ярче дольше больше в общем вот такой вот ерундой сегодня я занимаюсь а всем не хвоста и до новых встреч